На этом доме написано «Ходорев против Путина». Ходорев – это мэр подмосковного города Королёв, центра советской космонавтики. Каждому человеку присуще. Даже президент позволял некоторые вещи мочить в шортире. Ходорев. Он возглавил этот город и сразу захотел снести домики космонавтов. Причем лично Путин ему велел, публично, под камерой, надо сохранить эти дома. А Ходореву пофигу, потому что здесь можно поднять в космос безумные деньги. Можно ли покупать квартиры в подмосковном Королёве? Нельзя, потому что здесь такой мэр, от которого можно ждать любых неожиданностей. Он даже Путина не слушается. Но самая главная проблема, которую вы подняли, это проблема того, как в регионах Российской Федерации идет работа по сохранению объектов культурного наследия. Это вот самое главное. Лучшие жилые дома в России построены немцами, пленными немцами. В 47-м году, прям немецкими руками, вот эти домики строили в подмосковном Королёве, в центре космонавтики Советского Союза. И давали инженерам, конструкторам. А теперь мэр Королёва Ходорев решил снести эти дома, потому что здесь, в центре города, можно поднять просто космические деньги. Вы посмотрите, какие дома здесь строят в округе. Никакой вертикали власти нет, а есть горизонталь власти, причем ползучая горизонталь. Вот сюда, в подмосковный город Королёв, в город космонавтов, переполз мэр подмосковного Реутова, Ходорев. Аплодисменты, вот интересно, за то, что... за крик и за неграмотность. Мэр Ходорев стал главой Королёва в сентябре 2014 года, огляделся полгода, и уже в декабре решил снести все сталинские дома вот здесь, на улице космонавтов, а за ними двухэтажные домики, и освободить огромную территорию, чтобы застроить ее многоэтажками и поднять такие деньги. Так, а вот, смотрите, этот дом, его, значит, люди отреставрировали за свой счет. 230 тысяч рублей зарасходовали всего-то, да? Все как новенький домик стал, да? И деревяшечки все, как прям в 47-м году после немецкого строительства. Просто конфетка. Слушайте, я не пойму, вот эти вот доски, старинные немецкие, а, то есть вы их просто покрасили, да? Потому что досочки прям очень выглядят аутентично. Прям супер. Вы чувствуете, да, товарищ Ходорев? Вы хотите это все снести, да? Почему докапываетесь, что они якобы в плохом состоянии? Да в прекрасном. Здесь, в этом доме, жил испытатель ракет Воскресенский. И поэтому дом в идеальном состоянии, историческая ценность, все дела. Ходорев никак не может дождаться, чтобы вот тема этих домов затухла, и он их начал сносить. Не получится, товарищ Ходорев, обломитесь. Пошли посмотрим ремонт в подъезде. А вы здесь живете, да? Слушайте, а вы прям сделали одинаковые двери. Слушайте, причем, причем не дешевые, я так смотрю. Подожди, а как вам это удалось? Обычно кто в лес, кто подрывает, люди обычно не могут договориться между собой. Как это вы? У нас все плавали, сколько моделей. Нет, за двери все заплатили. Всем хочется красоты, но обычно люди не могут между собой договориться. Я просто диву даюсь, как вам это удалось. Так, ну ступени старинные. Хотя, что им будет-то? У вас здесь 16 двухэтажных домов, правильно? Здесь 16. И сколько из них стоят в списке культурного? Три из них. Просто пытаюсь понять, какие здесь потолки. Три метра полные, да? Прям реально, ну-ка. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну да, похоже, что три метра, слушайте. Класс, дома. Я в начале 90-х, вы знаете, расселял коммуналки. Ну, просто у меня жить было негде. И очень успешно. Сделал себе трехкомнатную квартиру из ничего. Я сейчас смотрю на ваши домики и понимаю, что надо их расселять. Чтобы какой-нибудь ушлый риэлтор типа меня пришел и сказал, ребята, вас вот-вот снесут, поэтому я все ваши квартирки покупаю. И сейчас... Желающие продать свои квартиры, да, избежать? Да. Ну, единственное, они заломят цену неадекватную, я подозреваю. Я подозреваю, что да. Ну да, ну да. Ты же хотела, как можно пускать? Угу. Вот в этом окошке жил и работал правая рука Сергея Павловича Королева, который, собственно, и возглавил КБ после Королева. Теперь эта квартирка принадлежит очень важному человеку, работающему у Чемизова. А кто такой Чемизов? Ростех, Росвооружение и Мусор. В Подмосковье можете посмотреть вот здесь, в одном у меня ролике. При этом весь этот дом не включен в список культурного наследия. И в июле этого года правительство Московской области в очередной раз отказало включить этот дом как памятник культурного наследия. Хотя, смотрите, вот напротив, точно такой же дом-близнец, но он включен в список памятников культурного наследия. Он в этом списке с 2017 года, благодаря тому, что на нем висит мемориальная доска. Вот этот альбом подарили Владимиру Владимировичу и также письмо. Письмо, которое я хочу передать, оно касается сохранности двух кварталов города Королева. Его подписали основатели нашей ракетно-космической отрасли. Здесь и Бармин, Игорь Владимирович и Коваленок, ваш герой Советского Союза Олег Николаевич Шишкин, Дженни Беков. Этой зимой на Совете по культуре Путину отдали письмо в защиту Королева. И Путин распорядился сохранить душевные дома. Вот решение Совета по культуре. Уж точно совершенно вы правы. Александр Николаевич не сдается. Это не из тех людей, которые сдаются от напора даже такого уровня. Ходорев недавно заявил о том, что хочет проводить в Королеве реновацию. А реновация предложила проводить через референдум. А референдум это посильнее Путина, потому что референдум нельзя отменить. И тут никакой Путин не поможет. Никакой вертикали власти нет. Путин что-то сказал? Покивали, поулыбались, а потом замыливают тему. Ходорев тихой сапой, интригами, всеми административными уловками пытается все равно вести политику, чтобы эти дома были снесены. И здесь есть один или два домика, которые полностью муниципальные. Но они вообще не жильцы. Каждому человеку присуще. Даже президент позволял некоторые вещи мочить в шартире. У меня получается сломана верхняя челюсть, сломана скуловая кость. Борец коррупции Евгений Куракин был избит в городе Риоутове, когда его мэром был Ходорев. А потом Куракина отправили за решетку, якобы за кражу денег своего ТСЖ. Хотя Куракин был идеальным управляющим. Он боролся с жилищно-коммунальной мафией Риоутова и добился снижения тарифов для своего ТСЖ. А Ходорев был главой Риоутова целых 19 лет. И все лихие 90-е держал город железной рукой. Городская власть постоянно врет. 1 марта этого года на меня напали четверо неизвестных. Они не справились, они пытались меня затащить во двор, ничего не получилось. Мне прямым текстом сказали про администрацию Королева больше не писать. Ничего. Про Воробьева пиши, про администрацию не пиши, про город не пиши. Вот это прямая цитата. А такого разговора больше с тобой не будет. То есть это был такой вот, ну, это был такой предварительный разговор. Но мы, Всероссийское общество охраны памятников истории культуры, все равно продолжаем писать про администрацию Королева всю правду. Потому что мы хотим сохранить все дома. Не берите меня туда, куда не надо. На пункт. Не берите. Сейчас около этого дома проходит митинг. Обманутые дойщики, 300 человек, пострадавшие в этом доме, расскажут мне, как мэр Ходорев над ними издевается и не хочет решать проблему. Вот обманул, последний момент кинул нас. Вы ко мне пришли, когда покупали квартиру, он говорит. Вы ко мне пришли, вы со мной советовались. Вы зачем ко мне теперь приходите? Это говорит Ходорев? Это говорит Копкин. А застройщик перевел все свое имущество, которые не проданы, квартиры, на подставные компании, на компанию Мегаполис и на банк, и на своих сотрудников. Ходорев не хочет признать наш дом проблемным. Если он признает наш дом проблемным, нам дадут федеральные деньги, дом наш достроят. Но он не хочет портить себе статистику. А Ходореву пофигу, потому что в центре города он поднимет огромные бабки. А вот здесь, на окраине, да бог с ним, деньги не те. Когда ты не имеешь кого-то конкретно, не имеешь кого-то конкретно, а имея общую фразу, общие понятия, и, кстати говоря, про собак, это написали, перевернули, знаете, как обезьянки, значит. Вроде хотят повторить человеческий, так сказать, момент, а оно получается совершенно по-другому. АНТРИГЮЕЗЛАЯ boat